Садилась в машину якобы милиционера, а оказалась в плену вымогателей. Одессу на днях всколыхнула жуткая история похищения 15-летней девочки. Поздним вечером школьница решила тайком от родителей прогуляться по городу, как вдруг к ней подъехал мужчина в милицейской форме с двумя спутниками. Пригласил приехать в райотдел. Поэтому девочка не колеблась, доверилась незнакомцу. Однако оказалось, что везти ее в милицию никто не собирался. Мужчины объяснили, если женщина хочет увидеть дочь живой, должна до утра собрать войку в 20 тысяч долларов. Растерянная женщина сразу обратилась за советом к знакомым, а те настояли. Однозначно надо обращаться в милицию. Поэтому утром в назначенном месте похитителей уже ждали оперативники. Однако сдаваться без боя преступники не захотели. При их задержании злоумышленники пытались скрыться на автомобиле БМВ и открыли стрельбу с травматического оружия. Несмотря на стрельбу, всех трех в итоге задержали невредимыми. Чего не скажешь о жертве. Ожидая выкупа, вымогатели еще и изнасиловали беззащитную школьницу. Сейчас правоохранители выясняют, где злоумышленники раздобыли милицейскую форму, слепо доверившись которой девочка и попала в просаг. В то же время уже известно, что двое из угонщиков имеют за плечами большой криминальный опыт. И вскоре он может пополниться еще четырьмя статьями. Остается добавить, что последовав совету знакомых, мать школьницы выбрала единственный верный выход. Ведь нет никаких гарантий, что после получения денег коварные молодчики не избавились бы от единственных свидетелей преступления. Поэтому не исключено, что обращение в милицию помогло спасти жизнь как девочке, так и ее матери, которая была готова на все ради спасения своего ребенка.